Анне Кузьминичной Гудковой сегодня 95 лет. В военные годы эта женщина работала медсестрой на фронте. А сегодня поздравить ее с важной датой приехал исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Горелов. Именинницы вручили подарки от президента России, губернатора Московской области и руководства муниципалитета. Анна Кузьминична участник Сталинградской и Курской битв. Родилась в 1924 году в Покровском районе Орловской области. В 1939-м переехала в Мытищи и поступила в медицинский техникум. В 1942-м закончила его, получив специальность медсестра. И в этом же году была призвана в армию. Служила в составе госпитального взвода 233-й стрелковой дивизии, которая и была направлена в Сталинград. Позднее взвод перевели на Курскую дугу, а затем на Третий Украинский фронт. Женщина прошла Молдавию, Югославию, Румынию и встретила победу уже в Австрии. О работе медсестрой на фронте вспоминает, конечно же, со слезами. Было очень трудно, но это стоило всех спасенных ею жизней. И вдруг приехал мужчина и говорит, я в 233-й стрелковой был мало, меня ранило, и его привезли, то есть кровью очень меня потерял, без сознания. А я сидела в основном на переливании крови. Вот, я, говорят, когда открыл глаза, передо мной, а он лежал на носилках, передо мной на коленях стояла молоденькая девочка. Я открыл глаза, она меня погладила по голове и сказала, ну теперь будешь жить, милый. И вот, и все наши закричали, это Анечка, это Анечка. И он встал передо мной на колени, руки поцеловал, мне даже слеза прошли. После войны наша героиня вернулась в мытище и пошла работать медсестрой в роддом. А немного погодя, они вместе с мужем, который являлся военнослужащим и кандидатом технических наук, обосновались в Чекаловском, на улице Стафановского. По приезду Анна устроилась в отделение хирургии больницы города Калининграда, ныне Королев, и проработала там вплоть до выхода на пенсию. У женщин двое детей, внуки и правнуки. Она всех очень любит и за каждого переживает. А на вопрос, в чем же секрет долголетия, отвечает просто. Жить честно, больше добра делать. Ну что еще, никаких там, ни наркотиков, ничего не употреблять. Я в жизни не знаю вкуса, например, крепкой водки или чего. В молодости я еще могла выпить шампанское там, а сейчас уже ничего нет. Мы еще раз поздравляем Анну Кузьминичну с днем рождения. Желаем здоровья и как можно больше радостных моментов. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.